здарова танкисты всем привет сегодня у нас очередной обзор танков наши любимые игры мир танков атлеста game 7 у нас американский тяжелый танк м103 9 левела проходная прокачиваемая ветка для какой красивый а ухом 103 современный лана начинаем обзор начинаем конечно же с брони погнали так коллижен модель нашего американца здесь много групп брони что в нлд что в лд все гнутые все там не пойми как сделано попробуй пойми куда стрелять давайте разбираться нлд по центру 185 вот здесь нижние карманы такие у него по 140 высших каткам 227 здесь 200 губа идет нижние 218 там 220 вот здесь вот эти части по 179 суда милое дело убивать пожалуйста сюда уже будет посложнее дедчат может зарикошетить да а если ромбанер подставляет все это вот эта часть ослабевает но зато все здесь вырастает потому что закругленные нлд ладно в лд нижняя часть верхняя губа вот это 250 и это вот до 300 это круто здесь клюв у него 236 278 315 320 рикошет 400 касаемо в лд невероятно крепкой что тут даже говорить ныть то есть ослабленный нлд в лд огонь ну просто огонь да есть места попадаются но это прям вот точки которые попробуй попади в основной массе вы сами видите какие цифры дальше касаемо башни касаемо маски орудия она у нас вот так закругленная башня такая полу сферическая ну и давайте глядеть ага 290 неплохо 330 500 ага 286 маска крепкая по краям 375 все наклоны до под маской орудия 295 300 бесполезно вот есть вот вот нашли кругляк да вот здесь не зашито 213 212 под башню справа и слева можно закидывать ага здесь у нас 300 там 400 все это рикошеты не пробить вверху вот эти планки 300 310 верхние 225 рикошет там 50 миллиметров понятно под хорошим углом тоже не пробить ну и люк 194 здравствуйте все принимаем снаряды боковое бронирование 71 он может неплохо танковать от борта значит ослабленные зоны еще раз нлд в целом все ослаблено а две щели под башни справа и слева и лючок наверху все остальное в принципе очень хорошо бронированы но лючок сами видите какого размера хоть он и сзади расположен он расположен таком выступе подъеме так что попадать него и думаю труда не составит и так с броней разобрались смотрим основные модули у нас три пушки 8 9 и 10 ловелов 3 с 20 альфа 400 400 бронепробитие 218 252 просто как у восьмерок нищие здесь 242 340 уже неплохо здесь 250 8 340 вот про это орудие лучше забыть и зайти на этот танк на вот этой средней пушки 9 левела а заряжается 11 это 10 040 37 2 и 5 2 и 3 по всем параметрам 120 миллилитров каган м 58 превосходит среднюю пушку поэтому нужно стремиться на топовое орудие в любом случае топовой башни нам дает что более лучший обзор плюс 20 метров и дает у нас ага побольше брони да да сбоку с борта обязательно качать топовую рацию всем всегда рекомендую должны на тяжелых танках по полу двигателя 860 лошадей против 810 плюс 10 процентов подвижности примерно вам даст а топовая ходовая 27 градусов здесь 25 плюс 2 градуса да тоже лучше прокачать по поводу полевой модернизации еще не качал но предвижу следующее вездеходную ходовую так а сколько у нас там напомните мне а 209 в принципе норм да можно точность улучшаем отстройку параллакса звукоизоляцию здесь что у нас скорость там скорость вращения башни а здесь скорость порт башни и горизонтального наведения для машин с неподвижной рубкой ничего не качаем здесь берем слот на огневую мощь да да на огневую второй слот и ставим него досу суда стаб сюда закалку снаряда основной у нас ббх летит 1067 голда также летит и это кумулятивный снаряд вот по снаряжению ремка аптечка автоматическая не тушитель я до паек пихнул 5 сливных экипажа перки наблюдайте перед собой с точки зрения уенов у нас в принципе нормально хотелось бы конечно десяточку на этот танк но 8 присутствует что вполне себе годно 2100 50 хп закалкой норм мобильность 34 вперед 12 назад 15 лошадей на тонну вот честно вам скажу у меня уже какой раз порывалась рука либо вместо стаба либо вместо закалки на этот танк поставить турбину потому что 34 но очень тяжело и медленно эта машина двигается ладно по обзору у нас 421 метр ну средняя по уровню что называется тяжелых танков по плюсам минусам машины по броне в целом-то плюс да есть люк да есть нлд но в лд крепкая башня вся зашита крепкая от борта играть может так что броне плюс касаемо орудия есть увы на какие-никакие хорошее пробитие хорошая альфа быстрое время сведения достаточно для тяжелого танка вот точность как для тяжелого танка вполне себе неплохо это тоже плюс по обзору не плюс не минус по мобильности жирный минус вот по мобильности жирный минус поэтому ну чё тут на тяжелый там с броней с точным орудием отправляемся в бой и уничтожаем врагов поехали так господа обзор боем американский тяжелый танк м-103 9 левела проходная прокачиваемая ветка две бабахи у них прикольно это прикольно я на перекатке у кого-то у наших голову отрывать будет у нас тоже 2 бабахи папа чё налево до драться стежи их мало хорошо вертухан заехал чё у них то им поедет наш поехали 8-7 поджался у них лтв там заскочил лтв сейчас у них откиснет у них 2 у них у Продолжение следует... 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 Продолжение следует...